В Сочи закончился основной этап подготовки российской сборной по слэдж-хоккею. Уже через несколько дней на турнире четырех наций нашей команде предстоит сразиться с соперниками из Канады, Чехии и Норвегии. В России слэдж-хоккей начал развиваться совсем недавно, но спортсмены очень быстро доказали, что на любых состязаниях смогут составить достойную конкуренцию. О важных поединках перед Паралимпиадой Иван Прозоров. Они готовят сани и летом, и зимой. В этих специальных салазках спортсмены выезжают на лед. Только в отличие от обычных хоккеистов, у каждого по две клюшки. Когда первый раз садишься в сани, это, конечно, вообще неудобно. На конце клюшек, шипы, они вонзаются в лед, и за счет этого движение происходит. Пожалуй, только этим слэдж-хоккей и отличается от обычного. В остальном, те же три периода по 20 минут и такие же страсти на льду, силовые приемы и травмы. И драки случаются, и жесткие нарушения, и все то же самое. Особенно, если это игра с канадцами. Потому что в обычном хоккее, и в нашем они не отстают от этого. То есть они тоже играют очень жестко. И в слэдж-хоккее Канада наш принципиальный соперник. Команда России новичок в этом виде спорта, но уже добралась до сильнейших сборных планеты. На чемпионате мира 2013 года наши спортсмены завоевали бронзовые медали, хотя сборную создали всего три года назад. Когда появилась идея создать сборную по слэдж-хоккее, начинать пришлось буквально с нуля. В стране не было ни специалистов, ни методик подготовки таких спортсменов, ни собственно самих слэдж-хоккеистов. Все эти игроки раньше занимались другими видами спорта. Кто-то волейболом сидя, кто-то баскетболом на колясках. Но выйдя на лед, команда быстро начала набирать спортивную форму. Игроки признаются, это заслуга тренера-энтузиаста Сергея Самойлова. Раньше он успешно работал с женской сборной России по хоккею, а потом взялся за паралимпийцев и стал инициатором развития слэдж-хоккея в России. Хотя обычно прогнозы на турнир он не дает, признается, верит в мужество отчаянных парней на Паралимпиаде. Мы не должны опуститься ниже, а подняться на дно или вторую ступеньку выше. Таким образом взгромоздиться на педестале почета и внести свою лепту, свою медаль в общекомандную копилку. С мировыми лидерами Россия сыграет на следующей неделе на турнире четырех наций. Он пройдет в Олимпийском парке на стадионе Шайба, который специально оборудован для таких соревнований. Борта прозрачные, чтобы спортсменам было удобнее следить за игрой. Здесь есть удобные пандусы, а на трибунах места для людей с инвалидностью. Доступно и колясичникам заезжать. В общем, все нормально и всем тоже нравится. Сам объект здания, архитектура этого здания и лед очень даже ничего хорошего. Но, как признаются сами игроки, для них эта борьба не только спортивная. У каждого свой бой с недугом, реабилитация после аварии, травмы. Вадим Селюкин потерял обе ноги, год пролежал в больнице. Потом стал заниматься плаванием, а позже вышел на лед. Уверяет, что такой хоккей им нужен. Могу сказать, разрешать за всех парней, это как бы после семьи, наверное, вторая цена их жизни. Да, уверенность в жизни появляется, как бы сказать. Чувствуешь себя... Города поднятой головой можешь себя это ощущать. В Сочи уже через два дня России предстоят матчи с Чехией, Норвегией и Канадой. Для нашей ледовой дружины этот турнир, по сути, последняя проверка перед Паралимпиадой. Игроки говорят, главное, чтобы и зрители не подвели. Билеты на соревнования уже в открытой продаже. Иван Прозоров, Алия Ребжанов и Дмитрий Баранов. Первый канал. Олимпийский парк. Сочи.